приветствую вас друзья я оценил ваше и мое время сегодня вам сэкономлю миллионы рублей и это не какие-то громкие слова и конечно постараюсь поделиться со всеми знакомыми блогерами которые их я знаю чтобы никто не дай бог на это не попался все началось с банального электронного письма мне на ящик все бы ничего можно было подумать что это обычный спам и так далее и тому подобное некая иностранная компания которая представилась альянс медиа типа которая вышла через мой youtube канал с одной стороны в начале образуется думаю ну вот канал настолько растет что выходит иностранной компании но не все так классной и благополучно как я предполагал у них тут телеграмм ватсап и так далее и тому подобное я вначале проигнорировал они написали еще раз я выглядит как спам и предложил написать мне по-русски они еще раз продублировали мне еще и еще раз и потом я оставил свой телеграмм и сам подумал если это действительно какие-то люди которые хотят со мной сотрудничать думаю ну 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 кому напишу да и после этого завертелось они мне написали вот уже вот здесь написали в начале по-английски я через переводчиком ответил и они тоже воспользовались пили переводчиком а либо на нашли какого-то человека который знает русский и грубо говоря мне скинули файл я изучил документы и они мне скинули вот вот эти вот файлы сейчас я вам это продемонстрирую вот этот файл и на самом деле это у нас читается как мау трейд я не знаю какой-то язык какой-то язык по изучав информацию ну знаете мавроди мог об этом только мечтать приводишь человека и получаешь денег с этого человека банальная пирамида и если во времена мавроди мавроди рассчитывал то что каждый человек приведет с собой человека то тут все рассчитано очень просто у каждого блогера есть своя аудитория который если туда приведет то еще станет больше человек зачем им обычный иван у которого нет ни гроша за душой они рассчитывают на конкретных людей дак и вот это банальная пирамида такая же как и в свое время в 90-е только иностранная и я им про это потом естественно в телеграм и написал что это лохотрон и так далее тому подобное на что они мне скинули файл вот это давайте мы его откроем где они приводят блогеров которые с ними сотрудничают ну извините меня но это да но это 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 даже не то что смешно это даже не серьезно 11000 1043 2000 3000 один то есть вот эти люди у них есть какая-то небольшая аудитория ну вот 62000 но это хер знает вот насчет этого человека не не знаю но блин я даже тремя тремя тысячами вообще ни одним человеком не готов пожертвовать ради вот подобного лохотрона за за эти деньги да хоть за любые деньги продать людей потом сказать ну извините чё как бы пирамида прогорела и как бы извиню ну а и все я на это не пойду и ни в каких никуда не надо переходить и в подобных конторах регистрироваться не верьте халяве времена прошли халявы не халявы нынче нет ну что я им скинул ссылку на ммм и они такие докчу у тебя не получится что ли я им тогда отвечаю почему ваш сайт забанен в россии у нас россии может быть потому чтобы пирамида да в нем есть концепция пирамиды люди инвестируют и направляют людей получать ежедневную рентабельность и инвестиции возвращает более чем в инвестиции ну я тут привожу соответствующий закон по которому можно отъехать до 6 лет со всеми вытекающими ну и после этого у нас просто стала тишина у нас в россии мало того что это незаконно так это еще и наказывается рассчитывать на халяву и про грубо говоря продать этих людей даже может быть кого-то из вас я и не знаю личное знаю не очень хорошо но даже на это какие там сотни тысяч долларов не предлагали я на это ни за что не пойду потому что ни один человек не стоит денег они ничего не производят и у них игру в чем заключается ваша деятельность вы что-то производите какие-то не знаю какие-то доходы за что у вас прибыльность осуществляется за счет людей которые вы приводите прибыль за счет людей это что у нас времена рабство что ли люди это не прибыль это это как можно продавать людей у нас время времена рабство прошли если знаю компании занимаются инвестициями да вот какими-то на бирже что-то вот собственно в акции вкладываются да это одно там биткойны ну биткойны это конечно но это это по сути дела инвестиция никто не зарабатывает на то что ты 10 человек привел с каждого человека ты деньги получил это это заработок на воздухе а люди это конечный ресурс так что он товарищи первую очередь блогеры не ведитесь на подобную херню это еще более мерзко чем чем какие-то коммерческие предложения на каких-нибудь там конторах которые предлагают позвать своих подписчиков ставь ставь делал делать ставки на спорт не хотелось бы в этом ключе оправдывать ставки на спорт но блин ставки на спорт это не так мерзко может быть чем вот это потому что там каждый отдает себе отчет своему риску а тут и понимаешь изначально что рано или поздно в любой момент это все накроется но ты все равно взял таких всех своих подписчиков и завел 3000 подписчиков с каждого по 1000 баксов а чё нормально ну зато у меня будут деньги ни хера подобного и помните что это у нас в россии у нас это еще закон законом наказывается со всеми вытекающими за легкие деньги можно легко сесть надеюсь что вам это видео будет полезно и вы сделайте для себя выводы я для себя сделал выводы может быть мой канал не так быстро продвигается но я не для этого собирал всех этих людей чтобы чтобы заработать этих эти поганые пять десять миллионов рублей и и такой о ну все хватит да сколько бы там они не обещали на болту я их видел со своими супер пупер предложениями с вами был андрей до новых встреч